Здравствуйте! Факт.Инфо продолжает свою работу. Наш сегодняшний гость политолог, директор армянского филиала института стран СНГ Александр Маркаров. Здравствуйте, Александр! Спасибо, что вы приняли наше приглашение. Спасибо. Спасибо, что вы знаете, о чем я говорю. Почему вот так происходит? Любая политическая сила, как правило, если она собирается быть в политическом поле достаточно долго, начинает свою избирательную кампанию на следующий день после предыдущих выборов. И если рассматривать позиции и стейтменты любых политических сил после внеочередных выборов 2018 года, было ясно, что в 2018 году победить им все достаточно сложно. Да, был однозначный литер. Но все были нацелены на следующие выборы. И очень многие предполагали, что выборы могут быть внеочередными. Соответственно, в этот период после выбора 2018 года в национальное собрание многие политические силы уже были ориентированы на новый избирательный цикл и, соответственно, выбирали стратегию. Стратегия, которую выбрал Пхашинян, она первоначально в том числе и предполагала обвинение предыдущих властей в недееспособности, внеэффективности, которая, видимо, имела несколько целей. Я об этом и говорю, что придя к власти, приход к власти Пхашиняна, он частично был замешан именно на обвинениях предыдущих властей в некомпетентности, несправедливости, в монополизации власти, монополизации экономики. То есть, обвинение по отношению к предыдущим власть придержащим, это была фишка Пхашиняна. Практика показывает, что критика неконструктивная, либо критика вообще без позитивного посыла, она работает достаточно короткий период. То есть, соответственно, для разработки позитивной, конструктивной избирательной кампании необходимо любой политической силе не только критиковать своих оппонентов, но и давать некий позитивный посыл, давать некую позитивную, конструктивную программу. Исходя из этого, можно предположить, что любая политическая сила в ходе избирательной кампании разрабатывает свою стратегию. Стратегия предполагает изучение как своих противников, слабых и сильных сторон, оборону своих слабых сторон и критику противника по его слабым сторонам. Пхашиняна по-прежнему использует тот подход, который был использован до этого, это критика бывших властей по тем или иным позициям. Она сегодня актуальна, на ваш взгляд? Не потеряла актуальности? Самое интересное, что и предыдущие власти частично признают свои ошибки. Они прекрасно понимают, что период с начала 21 века не был идеальным в истории, в политической и экономической истории Армении. Но вместе с этим, признавая свои ошибки, либо признавая частично то, что не удалось сделать, они пытаются показать, с одной стороны, критиковать и нынешнее правительство, в кавычках «благо есть за что», а с другой стороны, показать, что стратегия, которую развивает, либо которую предполагает нынешнее правительство, она губительна для страны, для нации может быть и может быть для государственности. То есть это тот подход, который выбрала оппозиция. Что интересно, до 2017 года, если мы посмотрим на опросы, проблемы, связанные с безопасностью, они не были в топе проблем, которые были представлены в соцопросах по мнению населения. Сегодня, если мы посмотрим на основные проблемы, которые выделяются со стороны граждан Армении, они касаются именно проблем, связанных с безопасностью. Естественно, главная тема. И, соответственно, это та область, в которой оппоненты Фашиняна чувствуют себя более уверенно. У Фашиняна рекорд, так сказать, он негативный с точки зрения безопасности, и на этом, естественно, можно строить в том числе и компании. Здесь мы вернемся к части вашего вопроса, почему это делает Фашинян, почему он выбрал элементы черного пиара, потому что частично они могут работать. Но они работают не просто как черный пиар, они должны работать в связке с другими элементами, которые должны представлять конструктивную программу. Чего пока не очень, скажем так, видно в тех посылах, которые представляются. Если там заявляют о том, что было отремонтировано или построено столько детских садов, пока это не слышно. То есть, скажем так, ему необходимо делать несколько иную кампанию. Официально она не началась, но неофициально, как вы помните, она начинается на следующий день после предыдущих выборов. Как вы оцениваете шансы участников предвыборной гонки? Ну, шансы, скажем так, у нас на сегодняшний день 26 зарегистрированных в Центральной избирательной комиссии акторов, которые пытаются войти в парламент. Да, это разнообразие, многообразие, это, конечно, хорошо, плюрализм это всегда хорошо в политике в частности. Но ясно, что у политических акторов совершенно разные шансы преодолеть существующие барьеры. То есть, понятно, что можно выделить тех акторов, которые однозначно являются лидерами с точки зрения власти и с точки зрения оппозиции. Это положительный руководимый им гражданский договор и блок, который был создан во главе со вторым президентом Робертом Хочаряном, куда вошли в том числе и две другие политические силы Блока Армении. То есть, понятно, что у этих политических сил это показывают и опросы. Однозначно есть возможность преодолеть необходимый барьер для партии один, для Блока другой, но все равно обе политические силы его преодолевают. А вот все остальные политические силы об этом им еще приходится думать. Понятно, что среди остальных тоже есть игроки, которые имеют большую вероятность преодолеть это и процветающая Армения. Честь имею в качестве Блока им придется еще работать, поскольку у них есть, скажем так, кандидаты, которые несколько токсичны и не могут не вызывать неоднозначной реакции со стороны граждан. С другой стороны, есть элементы, связанные с честью, с офицерством, элементы, связанные с будущим Армением и ее безопасностью, но им необходимо будет работать для того, чтобы преодолеть необходимый барьер. При этом, что может быть интересным, то есть часть сторонников оппозиции, они могут осуществить так называемое стратегическое голосование, понимая, что Блок Кучаряна, он с вероятностью практически стопроцентный проходит, могут отдавать голоса за честь имею для того, чтобы те смогли бы преодолеть необходимый барьер. Это, скажем так, технологии. Интенсивность политической кампании, естественно, будет нарастать и с интенсивностью будет понятно, насколько вероятно того, что честь имею сможет преодолеть барьер. Но, опять же, у остальных политических сил на сегодняшний день, по той социологии, которую мы видели, вероятность преодоления барьера, она находится на уровне той, скажем так, статистической погрешности, с которой проводится это исследование. То есть понятно, что есть два лидера, есть две, может быть, три политические силы, которые имеют большую вероятность пройти, и есть политические силы, в том числе, допустим, партии, которые пытаются пройти вновь в парламент, то есть речь идет о Светлой Армении, просвещенной Сахар-Хастан, партии, которая также будет пытаться преодолеть не в 5-процентный барьер, удастся или нет. Остальные политические силы, ну, выполняют разные, скажем так, политические функции, кто-то работает спойлером, кто-то пытается найти просто-напросто для начала свою нишу в политическом поле, кто-то пытается просто-напросто в очередной раз себя пропиарить позитивно, либо негативно. То есть вероятность прохождения есть, скажем так, до пяти партий, но, опять же, у трех, может быть, у четырех из них над этим надо серьезно работать. А расстановка сил между первыми, вот названными вами, Армения и Мойшак, она изменилась за последний месяц? Ну, опять же, если не спекулировать и смотреть на результаты опросов, которые достаточно широко представлены, разные опросы, но тенденция видна. То есть видно, что рейтинг моего Шага, там больше рейтинг конкретного человека, рейтинг Башиняна, и личный рейтинг у него однозначно выше, нежели рейтинг партии. Он в течение последних двух-трех месяцев уменьшается, по разным данным, там с 35 до 24 до 22 процентов. Это надо измерять, продолжать измерять дальше, потому что важна динамика однозначно показывает уменьшение рейтинга. Рейтинг Армении, опять же, держится не столько на рейтинге политических партий, хотя понятно, что у Дашна Акцион есть свой электорат, но этот электорат, как правило, в армянской политической действительности не превышал, в лучших, скажем так, случаях 8% плюс минус 2, а держится больше на рейтинге Кочаряна, который видно, что растет, он растет в абсолютных и относительных цифрах, потому что цифры, цифры, они разные, это люди, которые участвовали в опросе, и, соответственно, считать надо от общего числа участвующих, которые тоже меняются, с динамика там тоже есть, то есть мы видим уменьшение роста, уменьшение рейтинга Кочаряна, то есть больше Кочаряна, то есть, опять же, не лечь речь идет о личности. Если мы будем говорить о других партиях, то они, опять же, находятся на уровне вот этого прохождения барьера, и компания, интенсивность компании должна им позволить попытаться или стремиться к тому, чтобы поднять свои рейтинги, избирательные рейтинги. Как вы считаете, честные выборы возможны? Честные выборы необходимы. Возможно или нет, покажет сам процесс, поскольку ясно, что с использованием административного ресурса мы уже теряем часть того, что необходимо при демократических выборах, а они предполагают не только честные, но и свободные выборы, а честность предполагает, в том числе, правильное определение, свободные и справедливые выборы. Справедливые выборы предполагают именно равное распределение ресурсов и неиспользование административного ресурса в ходе избирательной кампании, естественно, в день голосования, и возможность, скажем так, получения реальных результатов по итогам голосования. То есть, необходимы ли они, да, понятно, что общество нацелено именно на подобного рода выборы, и понятно, что любая политическая сила, которая после выборов не получит желаемого, она может продолжать голосование уже ногами. То есть, очень часто на постсоветском пространстве важны не столько политические процессы до выборов, либо в день выборов, а то, что происходило после выборов. Мы видели подобного рода процессы на Украине, мы видели подобного рода процессы в Грузии, мы видели то же самое и в Армении. То есть, возможно, будет второй тур? Второй тур, это разные вещи, да, то есть, справедливость, честность и второй тур, это как бы разные сущности. Второй тур, он может состояться в том случае, если не сформируется, как вы помните, необходимое большинство, да, постоянное стабильное большинство, это будут создаваться блоки. Это возможно, это возможно, но это не обязательно. Блоки могут быть созданы перед вторым туром, это возможная опция, но не обязательная опция для проведения, перед проведением второго тура. Опять же, все зависит от нескольких факторов. Фактор один, это количество голосов, которые будут потеряны, в кавычках, то есть, те голоса, которые будут отданы партиям, которые не преодолеют соответствующий барьер, и, соответственно, партии, которые преодолеют барьер, получится образный бонус. Бонус в том смысле, что количество голосов, поданными избирателями, не будет распределено в парламентские места в чистом пропорциональном соответствии с голосами, а партии получат несколько большее количество мест в парламенте, поскольку будут политические силы, которые не пройдут. Своебразный бонус. И второй вопрос, естественно, помимо того, что будут распыления голосов, как некоторые называют, либо политический бонус, либо бонус. Второй вопрос, это вопрос в том, кто пройдет, кто преодолеет барьер. После этого уже будет, естественно, ясна картина, с учетом сегодняшних заявлений о том, что некоторые политические силы готовы, а некоторые не готовы вступать в коалицию друг с другом. Соответственно, исходя из этого, уже и будет определяться формат политического поля 21 июня. Высока вероятность того, что армяно-азербайджанскую границу посетят сопредседатели Минской группы ОБСЕ, наблюдатели. Чего можно ожидать от этого визита? Возможно ли, что напряжение снизится на границе? Давайте, во-первых, вспомним, каков мандат Минской группы ОБСЕ. Мандат Минской группы ОБСЕ предполагал участие в разрешении Арцахского конфликта, а не участие в проблемах, связанных с Армяно-Арменией и азербайджанским взаимоотношениями на границе между этими странами. То есть вопрос, во-первых, предварительно стоит достаточно странно, поскольку Минская группа ОБСЕ была создана совершенно иной целью, она имела совершенно иной мандат, и посещение представителей Минской группы армяно-азербайджанской границы в первую очередь должен предполагать кларификацию того, а, собственно, с какой целью они посещают границу, по какому вопросу, если в их мандате подобной, скажем так, проблематики, в принципе, не было. Если мы обращаемся к вопросу об уменьшении напряжения, если мы выразимся политически корректно, уменьшение напряжения, а не выразимся так, как это есть на самом деле, о необходимости вывода без всяких предусловий азербайджанских представителей с территории Армении, то здесь никакой наблюдательной миссии, наблюдательской миссии либо представителей ОБСЕ, ООН, Совета Европы, необходимости в этом нет. Если государство само не в состоянии обеспечить собственную безопасность, необходимо стремиться к тому, чтобы эта функция была как минимум восстановлена. Соответственно, если мы говорим о присутствии наблюдателей, которые зафиксируют нарушение государственной границы Армении, необходимо просто-напросто после этого обращаться, если у тебя нет собственных, скажем так, ресурсов, в инстанции для осуществления принятия соответствующих санкций по отношению к нарушителю. Мы прекрасно помним, что это не было сделано ни в Арцахском конфликте, когда Азербайджан был пойман за арпу периодически, нарушая все возможные и невозможные договоренности формальные и неформальные, майские договоренности 90-х и так далее. Соответственно, вопрос в том, что Азербайджан как бы привык быть в определенной безнаказанности, и эта безнаказанность у него сегодня еще формируется по итогам того соглашения, которое было подписано в ноябре прошлого года. На ваш взгляд, каким странам выгодно видеть Никола Пащиняна на посту премьер-министра Армении как слабого руководителя? Ответ как бы напрашивается сам собой. Как минимум две наши соседние страны. Кроме? Скажем так, если продолжать логическую цепочку, кроме Азербайджана и Турции, понятно, что это те страны, которые имеют собственные интересы в регионе, совпадающие с интересами Турции и Азербайджана. Исходя из этого, можете уже строить свои предположения, кому это может быть выгодно. И если мы говорим о том, что кому выгоден слабый президент, слабый руководитель, слабый пример в данном случае, слабый пример страны, как правило, может быть невыгоден очень многим, в том числе и другим соседям, поскольку это вызывает нестабильность. А нестабильность в соседней стране – это головная боль для более конструктивных партнеров. То есть нестабильность, она может привести, естественно, к увеличению влияния тех акторов, которые стремятся иметь собственные интересы либо продвигать собственные интересы в стране, где происходит нестабильность. С другой стороны, нестабильность может превратиться в сомалинизацию, скажем так, понятно, что мы не об этом, но, по крайней мере, нестабильность может иметь и такие проявления. То есть нестабильность имеет множество различных проявлений, от неспособности, скажем так, управлять до и уменьшения, либо отсутствия легитимности и эффективности, и заканчивая уже вооруженными действиями на территории той или иной страны, не только на ее границах. Но это уже внутренняя нестабильность и так далее. На днях 2 июня бывший директор СНБ Микай Ламбард-Сумян уже звучали подобные обвинения, и он в очередной раз рассказал, как в середине октября было возможно остановить войну, предлагала Россия, и Починян категорически отказался и не сделал это. Можно было бы обойтись гораздо меньшими жертвами, сохранить шуши, гадрут. Говорилось на эту тему, но хотелось бы услышать ваше мнение. Почему, по-вашему, он этого не сделал? Мне сложно влезть в голову любого другого человека и объяснить, почему это не было сделано. Вместе с этим заявление о том, что можно было прекратить боевые действия раньше, после докладов, допустим, министра обороны на тот период, либо начальника Генерального штаба Армении. Чем было предопределено? Версии могут быть разные. Почему кто-то что-то не сделал, это лишь предположение, а версии могут быть совершенно разные. Версии от абсолютно, скажем так, находящихся в поле конспиратологических теорий, заканчивая теориями, которые, скажем так, могут быть, либо могут находиться в поле позитивного мышления. Что это было? Это была некомпетентность, либо это было незнание реальной ситуации, либо стремление попытаться выровнять ситуацию, вырулить, выйти из этой ситуации с возможным, скажем так, позитивным результатом. Здесь говорить, скажем так, предполагать достаточно сложно. По крайней мере, все зависит, как правило, от того, сторонники Пхашиняна ли выступают с объяснениями, либо его противники. Противники склоняются к тому, что это была некомпетентность, которая, может быть, должна была привести к тому, что ситуация должна была быть окончательно решена с Карабахским вопросом. То есть многие противники считают, что окончательное решение предполагалось по итогам этой войны. Противники в том числе и предполагают, что это были проблемы, связанные именно с двусторонними взаимоотношениями Армении и Азербайджаном, может быть, Пхашиняна и Алиева. В целом, опять же, понятно, что истинно, может быть, находиться где-то посередине, но очень многое зависит от того, какие показания в дальнейшем до сам Пхашинян по вопросу о том, что было причиной того, что боевые действия не были остановлены. Может быть, вопрос заключался, может быть, ответ был достаточно прост. Азербайджан просто-напросто игнорировал все возможные попытки прекращения боевых действий. А это означает, что и Турция тоже. Наше эфирное время подходит к концу. Что бы вы добавили к нашей беседе, того, о чем я вас не спросила? Добавлять в данном случае понятно, что мы на сегодняшний день находимся в двух турбулентных процессах. Турбулентность внутренняя связана с выборами, где каждый гражданин должен сделать свой правильный выбор. И первый из них – это участие в день голосования в качестве избирателя. А вторая проблема, естественно, это проблема, связанная с внешней турбулентностью, где, опять же, перед нами стоит достаточно сложная задача, задача с необходимостью обеспечения безопасности. Для начала надо решать, скажем так, внутренние проблемы. И день выборов – это важный день для всех нас. Соответственно, принять участие в голосовании – это не долг каждого из них, как многие любят говорить, но и стремление к тому, чтобы положить начало процессу решения тех проблем, которые есть, и выхода из критической ситуации. Спасибо вам за то, что приняли участие в нашей передаче. Наша передача подошла к концу. С нами был политолог, директор армянского филиала Института стран СНГ, Александр Маркаров. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова